Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В начале выпуска коротко о главном. Учебный год заканчивается. Впереди единое национальное тестирование. Как оно пройдет? В 13 пунктах проведения ЕНТ вместо ручных металлоискателей установлены арочные. Эксперимент по гендерному обучению завершился кадетским балом в школе номер 58 города Караганды. Караганду ждет престижное соревнование по велоспорту. Чемпионат Азии. В Карагандинской области солдат-срочник найден мертвым на вышке, где охранял колонию строгого режима. По предварительным данным, 19-летний Морзабай Сапарбаев выстрелил себе в голову из автомата Калашникова. Трагедия произошла днем в исправителем учреждения поселка Долинка. Тело военнослужащего обнаружили во время смены караула. Уроженец Южно-Казахстанской области, которого призвали из Алматы в декабре прошлого года, в первые дни проявлял нежелание служить. Однако после разъяснения и разговора с родными, Морзабай Сапарбаев принял решение нести службу. По данному факту на сегодняшний день проводится служебное расследование и проводится доследственная проверка военно-следственными органами. Буквально вчера была проведена судебно-министративная экспертиза. Значит, признаков насильственной смерти не установлено. Значит, телесные повреждения криминального характера не обнаружены. Как заявляют в военной прокуратуре, на сегодняшний день установлено, что погибший не оставил никаких посмертных записок. На теле молодого человека не обнаружены следов, побоев и насилия. Следует отметить, сама воинская часть 6505 охраняет колонии. Суицид здесь происходит уже не в первый раз. Резкое похолодание и сильный ветер открыли новые огрехи наших строителей. С дома номер 106-4 по улице Ермекова сорвало облицовку. И это не первый раз, как утверждают жители. Прежде чем выйти из подъезда, жители дома 106-4 по улице Ермекова смотрят вверх. Не летит ли что им на голову. Потом быстренько перемещаются подальше от стен родного дома. Правда, родным его можно назвать условно. Что от него можно ждать, никто не знает. На баланс не берут, нет КСК. Поэтому и летает обшивка по двору в сильный ветер. Кого осчастливит ее приземление, тому мало не покажется. Вообще, жители микрорайона Астана уже 6 лет жалуются на качество строительства. Подвалы затоплены, того и гляди, размоют фундамент. Дети играют в недостроенном доме, так как площадки для игр здесь нет. Вот эта женщина, когда гуляла, на ее ребенка, можно сказать, чуть не упала стена. Не стена, а там, я не знаю, кирпич или что-то там было такое. Эта женщина аж возмущалась. С другой стороны, если пойдете, посмотрите, там столько кирпичей лежат на земле. Люди у нас скромные, свои имена не называют. Кто знает, как может обернуться такое интервью. Но дворовый быт показывают честно. Балкон на девятом этаже сами строители признали аварийным. Но пока укрепить или переделать его, наверное, нет времени. А начальник отдела строительства города Караганды, Жаксылык Шалабеков, на звонок нашего корреспондента прямо сказал. Гарантийный срок прошел. Обращайтесь в районный Акимат. Вопросы есть? Вопросов нет. Есть только летающая облицовка стен, аварийный балкон и затопленный подвал. Ну и по мелочам. Как-то полное отсутствие детской площадки. А так все хорошо. Сергей Высокосов, Габидин Куршбеков, Бахия Руспанов, 1-й Карагандинский. Всемирный день метрологии ежегодно отмечается 20 мая. День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже на Международной дипломатической конференции, знаменитой метрической конвенции, на основе которой была создана межправительственная международная организация мер и весов. Человечество создало цивилизацию, когда научилось измерять пространство. Но нужны были меры измерения, которые бы соблюдали во всем мире. Иначе мог наступить хаос. В 1875 году метрическую конвенцию подписали 17 стран. В 1921 году в метрическую конвенцию были внесены изменения, и в настоящее время она насчитывает около 50 государств-участниц. Казахстан входит в страны, подписавшие метрическую конвенцию. На основе этой конвенции было создано Международное бюро мер, весов, первая международная научно-исследовательская лаборатория и установлены рамки для мирового сотрудничества и взаимодействия измерительных наук, и, как следствие, применение достижений этих наук в промышленности, коммерческой деятельности и общественной жизни. В Караганде поддерживает науку об измерениях, а это и есть метрология, карагандинский филиал Национального центра экспертизы и сертификации. Старейшая в Казахстане организация подобного рода. История карагандинского филиала начинается с 1938 года с образования в Караганде отдела мер и весов с подчинением Управлению Наркомата внутренних дел Казахской ССР, коллектив которого состоял из 10 человек. Сегодня филиал насчитывает 119 человек. Филиал аккредитован в системе аккредитации Республики Казахстан. А современная метрологическая служба Казахстана представляет разветвленную сеть научно-исследовательских институтов, метрологических контрольно-испытательных и поверочных организаций, осуществляющих обеспечение измерений, разработку, производство, эксплуатацию многообразных технических устройств и многое-многое другое. Всем этим как раз и занимается в лабораториях НАЦЕКС. Кстати, каждый год Всемирный день метрологии проходит под определенным девизом. Так, в разные годы темами праздника были «Мир метрологии на службе у всего мира», «Измерения в окружающей нас среде», «Олимпийские игры невозможны без измерений», «Измерения в науке», «Техники», «Мост к инновациям», «Метрология для безопасности» и другое. Метрология сегодня – это наука о развитии технически развитого общества, это менеджмент качества, это стандартизация, что дает возможность выходить казахстанским предпринимателям на международный уровень. Наш информационный фонд нашего центра располагает большим объемом нормативной документации, которая, значит, находится как на бумажных и электронных носителях. В нашем фонде имеются межгосударственные, государственные стандарты и международные стандарты. Сегодня метрология обрела широчайший спектр применения. Нет сферы деятельности, где бы не присутствовали международные нормы стандартов и метрических систем. Без них мы вряд ли смогли покорять космос. Сергей Высокосов, Батья Руспанов, Первый Карагандинский. Уважаемые телезрители, впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Представляет эконом-серия профиль Галлтек 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это Ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система Стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Недавно Казахстан отмечал новый международный праздник – День семьи. Уже стало традицией, что в этот день сотрудники областного центра «Здоровый образ жизни» поздравляют молодых мамочек, вручают им подарки. С областного перинатального центра начали специалисты ЗОЖ свой десант по родильным домам Караганды. В этом году было вручено 200 подарков в роддомах и центрах Караганды, Сарань, Балхаша, Тимиртау. Поздравили и Жанаркинское отделение, где четыре роженицы удивились и обрадовались сюрпризу. Для поднятия значимости семьи и брака 13 мая в Караганде была открыта школа молодой семьи. Мы вручаем молодым мамам поздравительные портфели по уходу за детьми раннего возраста. И такие акции мы проводим ежегодно, потому что семья – это основа нашего государства. В семье закладывается и здоровье, и будущее наших детей. Во втором физиологическом отделении подарки получили 16 рожениц. Инициированное Центром ЗОЖ мероприятие не лишний раз подчеркивает статус и ценность семьи, когда можно поздравить и сделать приятной женщине, подарившей миру новую жизнь. Большое спасибо за то, что помогает нам рожать таких прекрасных детей, множить число наших казахстанцев. И спасибо большое за подарки. Очень приятно получать такие подарки. И спасибо Центру Здорового Образа Жизни. Английская пословица гласит – не надо воспитывать детей. Все равно они будут похожи на вас. Лучше воспитывайте себя. Так что в семье все начинается с матери и отца. Ко времени посещения в перинатальном центре родились 12 младенцев. Сергей Высокосов, Батья Роспанов, Первый, Карагандинский. Впереди завершающая учебная неделя. Какова подготовка к единому национальному тестированию в Карагандинской области? Как планируется организовать оздоровительный отдых и досуг школьников в период летних каникул? Эти вопросы были рассмотрены на очередном аппаратном совещании, которое прошло под руководством Акима области Пауржана Абдишева. Напомним, единое национальное тестирование будет проходить с 1 по 14 июня. В Карагандинской области оно пройдет в пяти потоках, со 2 по 6 июня в 14 пунктах. В нынешнем году школы области заканчивают 7 360 выпускников, причем ЕНТ как форму итоговой аттестации выбрали 5 281 выпускник. Об этом проинформировал руководитель управления образования Асхат Аймагамбетов. Установлены 202 камеры. В шести пунктах проведения ЕНТ это ЖИЗУ, КарГУ, КарГТУ, КЭУ, КарГИУ. Школа-гимназия номер 7, Балхаш. Организована прямая трансляция проведения единого национального тестирования на мониторных залах ожидания. Число глушителей сотовой связи увеличилось с 79 до 82. В 13 пунктах проведения ЕНТ вместо ручных металлоискателей установлены арочные. Во всех городах и районах области созданы комиссии по содействию в организации и проведении ЕНТ, отвечающие за безопасность выпускников, организацию питания и медицинского обслуживания. Все эти вопросы должны быть учтены соответствующими органами, отметил глава области Бауржан Абдишев. На тех местах обеспечение в целом общественной безопасности и правопорядка со стороны соответствующих правоохранительных органов. Эти вопросы вы должны держать на контроле. Что касается организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул, то в этом году всеми видами летних мероприятий планируется охватить около 71 тысячи детей. Они будут привлекаться к ремонтно-строительным бригадам отряда Жасальель. Более 600 оздоровительных лагерей и площадок будут проводить комплекс работ по летнему отдыху школьников. Аким региона Бауржан Абдишев сказал, что важно активизировать деятельность дворовых клубов и усилить работу детских спортивных площадок. На период летних каникулок максимально во всех городах района должны быть спортивные состязания, мероприятия и так далее, где мы могли максимально использовать дворовых ребят, которые летом не будут охвачены каникулами, просто там будут болтаться во дворах. В завершении аппаратного совещания Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев поручил всем ответственным лицам качественно и в срок выполнять свои обязательства. Гульнур Жакен, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. В среднеобразовательной школе номер 58 прошел кадетский бал. Маленькие кадеты и нежные девочки Алиинки впервые вальсировали вместе. Праздник провели в честь завершения первого эксперимента гендерного или раздельного обучения среди учеников. Подробности у нашего корреспондента. Кадетский бал. Всю свою красоту в бальных платьях яркого цвета. По словам руководства школы, бал стал завершением эксперимента по гендерному обучению. Эксперимент школа-комплекс полного дня. В начальных классах классы развития по ступенчатому образованию, а начиная с пятого класса у нас гендерное обучение. Назвучала музыка, приглашая всех на танец. Кадеты Айлинки закружились в бальном вихре. Поланес, Мазурка, Подограсс. И все-таки королем бала стал вальс. Вокруг витало неподдельное чувство радости и восторга от происходящего. Ведь это их первый в жизни бал. Мы танцевали с кадетами, а мы и сами Айлинки. Кадетский бал прошел в школе впервые. Учителя надеются, что для их учеников станет традицией устраивать такие праздники. Амина Смакова, Гаген Курушбеков, Бахтиар Аспанов, Первый Карагандинский. Впервые в Казахстане начинается чемпионат Азии среди велосипедистов. В город Караганду прибудут более 280 спортсменов для участия в престижных соревнованиях. По этому поводу было проведено совещание штаба в областном Акимате. Предположительно, в чемпионате Азии будет принимать участие 29 стран мира. Он начнется 21 мая в Астане на велотреке. После этого часть спортсменов переедет в Караганду для дальнейшего участия в соревнованиях по велоспорту на шоссе. Проводится большая работа по проведению имиджевого спортивного проекта для всего Казахстана. Его контролируют и обеспечивают всем необходимым власти города и области. На заседании штаба затронута тема дорог, которые в ближайшее время будут подготовлены для проведения чемпионата. Также рассматривалось обеспечение всех условий проживания для спортсменов, которые будут представлены во время их пребывания в городе Караганде. За каждой командой закреплены волонтеры, владеющие тремя языками. Спортсменов из других стран будут встречать возле Дедового дворца и организуют ознакомительные экскурсии для знакомства с национальной культурой Казахстана. Это будет освещаться на уровне всех азиатских, европейских телевизий и так далее. При этом должна быть организация. Сегодня мы провели очень большую работу. За все это время работал штаб созданный, который возглавлял нам первым заместителем. Все рабочие группы, которые проработали, многое сделано. Теперь удастся концовка. Эти соревнования еще раз заставят многих обратить внимание на нашу страну. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бытия Роспанов, Первый Карагандинский. Уважаемые жители города Караганды и гости города. В связи с чемпионатом Азии по велоспорту с 28 мая по 1 июня текущего года в Караганде будет ограничено движение транспорта по маршруту проведения велогонок на улицах Приканальная, Таттимбета, Взлетной полосы и проспекта Республики. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok